Арктическая телемедицина подошла к концу. Закончился второй день научно-практической конференции «Качественное улучшение медицинского обслуживания населения труднодоступных северных территорий». Напомним, она собрала на своей площадке более 100 специалистов-медиков, ученых, технических специалистов Шотландии, Норвегии, Югры, Якутии, Воронежа, Архангельска и других городов России. Итогом конференции стала резолюция, которую участники съезда отправят в государственные органы и организации, заинтересованные в развитии телемедицины в России. Ирина Цепитова продолжит тему. Второй день конференции был полностью посвящен программному и техническому обеспечению телемедицины. На площадке собрались медики, ученые и технические специалисты. Телемедицина – медицина дистанционная, поэтому требует использования современных коммуникационных технологий для своевременных консультаций и оказания медпомощи на дальних расстояниях. С докладом на эту тему выступил главный инженер Ненинской компании электросвязи. Павел Окладников рассказал о существующей сети дистанционной медицины и о реализации госконтракта по организации и подключению к каналам связи участников телемедицины Ненинского округа. В настоящее время НКС имеет собственный спутниковый хаб 23 малых земных станций спутниковой связи, которые находятся в удаленных пунктах округа. Также компания активно эксплуатирует собственную разирелейную сеть связи. Ненинский округ имеет собственного регионального телекоммуникационного оператора, уже успешно эксплуатирует сеть телемедицины, позволяющую проводить все требуемые мероприятия, то есть начиная от консультаций врачей, как местных, так и регионального и мирового уровня, также до выдачи листков нетрудоспособности в удаленных населенных пунктах. Чтобы наглядно продемонстрировать участникам конференции возможности окружной телемедицины, НКС установила связь с Великописочной участковой больницей. На том конце провода участников конференции поприветствовала главный врач больницы Ольга Зверева. Медик рассказала, что консультации посетителей медицины они получают очень часто. Чаще нам приходится рассчитываться в полярной поликлинике, потому что у нас сейчас врач, у нас отсутствует врачей, это комиссия, поэтому для продолжения в больничных пунктах нам приходится связываться. Получение больничного листков нетрудоспособности – это не единственные случаи, по которым врачи используют телемедицину. Большая часть тесного сотрудничества приходится на экспертные консультации. Врачи сельских больниц отправляют в центр результаты различных анализов, чтобы получить необходимые рекомендации. Связь с больницами населенных пунктов устанавливается ежедневно, отметил главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Мы не отказываем никому, если возникает потребность у населенного пункта в каком-то консультировании и с помощью возможности телемедицины, это осуществляется ежедневно. Сегодня 15 населенных пунктов округа подключены к сетей телемедицины. Нейскара, Тайка и Бугрино практически полностью оснащены необходимым телемедицинским оборудованием. В медучреждениях уже имеются электрокардиографы, аппараты, позволяющие снять и расшифровать кардиограмму. Благодаря специализированной технике фельдшеры не раз спасали жизнь сердечникам прямо на месте. Также в селах есть лабораторные экспресс-анализаторы, которые измеряют показатели свертываемости крови. Результаты обследований помогают выявлять серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Все клиникодиагностические данные, полученные с помощью этого оборудования, передаются врачам окружной больницы. И уже в совместной работе врачи сел и города ставят диагноз. Телемедицина уже доказала свою востребованность как прогрессивное и современное направление медицины и технологий, способствующих оперативному решению вопросов, связанных со здравоохранением. По итогам конференции все участники внесут свои предложения в резолюцию, которую отправят в государственные органы и организации, заинтересованные в развитии телемедицины в России.